Слава Богу, братья и сестры! Как уже было сказано, сегодня мы будем иметь ряд таких молитв, будем молиться. И будем молиться о благословении детей. Для нас, я верю, это такая большая честь, когда мы будем ходатайствовать от всего сердца, благословлять наших детей. И родители, у которых принесли детей для того, чтобы благословить, можете пройти вперед. Вот здесь есть места свободные, занять места, и мы скоро будем совершать эту молитву. И дети, хотел бы также вместе с вами, братья и сестры, порассуждать немножко. Некоторые места Писания прочесть и порассуждать, и пусть Бог благословит каждого из нас. Дети — это благословение от Господа. И Бог, вы знаете, Он доверяет нам детей в нашей жизни, в нашей семье. Каждый ребенок, я вспоминаю, когда у нас начали рождаться первые ребенки и последующие. Каждый ребенок для нас это был большим благословением. И каждого ребенка мы принимали с большой радостью, потому что понимали, что это подарок от Бога. И в книге Псалмов сказано, 126-й Псалом, 3-й стих. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева». И мы принимаем, дорогие братья и сестры, детей в нашей жизни, как из руки Божьей, как награду от Него и великое благословение. И сегодня я верю, что Бог, Он будет слышать молитву, молитву родителей, молитву церкви. И она будет очень важной в жизни детей нашего наследия. Любой из родителей сегодня, если мы посмотрим, мы понимаем, что каждый отец, каждая мать желает для своего ребенка, для своего сына и дочери, только лучшего, только самого хорошего, что только может иметь в своем понимании. Но когда мы смотрим через призму Писания, то мы видим, что даже это может быть мало по сравнению с тем, что желает дать им Господь. И есть такое местописание в послании к Ефесиным. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. И есть похожее местописание, оно мне также очень нравится. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это книга пророка Еремии. Здесь сказано, что Бог, Он знает намерения, Он знает и имеет будущее для каждого из нас и для наших детей. Тогда, когда мы доверяем Ему в своей жизни. И наша с вами будущность, мы можем сделать такой вывод, дорогие друзья, она в Господе, она с Господом. И мы глубоко верим, что у Бога есть прекрасный план, прекрасное будущее для наших детей. И Господь желает, чтобы мы доверяли Ему в своей жизни, доверяли детей в своей жизни Господу и могли следовать за Ним. Все мы помним такой пример Моисея, в каких обстоятельствах он был рожден. Это книга «Исход», вторая глава. Сказано, что фараон, царь египетский, дал такое повеление, говоря, «всякого новорожденного у евреев сына бросать в реку, а всякую дочь оставлять в живых». И вот в это такое сложное время рождается Моисей. И сказано, что он был три месяца скрываем своей матерью, она видела, что он красив, но, не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою. И, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И мы все только можем представить, какое сложное время было в тот момент. И здесь описывается такая ситуация семьи, родителей и Моисея, что какое-то время то, что было в ее силах, она скрывала этого ребенка, но дальше она понимала, что нет возможности. И все, что со своей стороны она могла сделать, она сделала, сказано, сделала эту корзинку из тростника, смолила асфальтом и смолою и положила в нее младенца. И поставила в тростнике у берега реки. Если мы посмотрим на эту ситуацию, дорогие друзья, то мы понимаем, что только одних усилий родителей в тот момент было недостаточно для спасения Моисея. Моисея нужно было Божье вмешательство, нужна была Божья защита. И сказано, что дальше, когда вышла дочь фараона на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет. И сжалилась над ним и сказала, это из еврейских детей. Мы верим, что Бог, Он сохранил жизнь этому младенцу, жизнь Моисею. И в дальнейшем у Господа был такой прекрасный план для этого человека. И когда мы открываем послание к евреям, 11 главу, 23 стихом, то сказано так. Верую Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими. Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Они верили, что у Господа есть прекрасное будущее для этого ребенка. Хотя, может быть, обстоятельства говорили совсем-совсем другое, но Господь вступился в эту ситуацию. И что бы первое я хотел отметить? По отношению к нам, как к родителям, Бог желает видеть в нас веру, дорогие друзья, братья и сестры, чтобы мы в своей жизни могли и учились доверять нашему Богу. Дети, вы знаете, когда они находятся в наших семьях, в наших домах, они очень внимательно наблюдают за нами. И первые, на кого смотрят наши дети, кому подражают наши дети, это их родители, это мы с вами. И эти родственные связи, они имеют большое значение и силу, и место в наших семьях. И дети стараются подражать, в первую очередь, своим родителям. И очень хорошо, дорогие братья и сестры, пусть Бог поможет, благословит всех нас, чтобы мы имели вот эту нелицемерную веру, о которой говорит нам Слово Божье. Павел когда-то писал к Тимофею, во 2-м послании Тимофею, 1-й главе, 5-й, 6-й стих, «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евники, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». И Тимофей, мы, когда смотрим на жизнь этого человека, то знаем, что он не принял эту веру просто как-то наследственно, но у него было большое преимущество, дорогие братья и сестры, так как он имел видеть добрый пример своей матери и своей бабушки и мог видеть вот эту нелицемерную веру. И впоследствии Господь благословил этого человека, и он сам имел в себе вот эту глубокую веру и глубокие отношения с Господом. Следующее, на что бы я хотел обратить внимание, это то, что мы как родители должны научить и привить любовь ко Христу. Псалом 77, 1-й, 8-й стих, хотел бы прочитать. Учение Асафа. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силу его и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил устав в Якове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу Духом Своим». В этом месте мы видим, что Господь, Он говорит Своему народу, чтобы отцы, чтобы родители, они рассказывали о той славе Божьей, которая была в их жизни, чтобы они рассказывали своим детям и своему грядущему роду. Следующее, также тезисно хотел бы так отметить, это хорошо, когда наши дети видят нас, как родителей, молящимися людьми. И я бы хотел всем нам пожелать, чтобы в наших семьях были вот эти семейные молитвы, которые объединяют и детей, и родителей. Я верю, что в этих молитвах семейных Господь будет нас укреплять, Господь будет нас объединять и приводить нас к единству. Следующее, это Слово Божье в наших семьях. Авторитет Священного Писания, дорогие братья и сестры, он очень важен и очень необходим в наших отношениях, в наших семьях. Наша сила кроется в том, что, принимая Слово Божье, мы не стремимся подстроить его под себя, но наоборот подстраиваем себя под него. Эти слова принадлежат Сперджину. То есть, когда мы, как родители, любим Слово Божье, любим Господа и поступаем по заповедям Его, я верю, что дети, они видят эту искренность, и это будет определенным благословением для них, когда они в дальнейшем будут подрастать и также будут брать для себя этот пример. Книга пророка Исаии сказана, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим». Также атмосфера, вот эта семейная атмосфера, атмосфера любви, атмосфера единства между родителями, она также очень важна для наших детей. То, когда мы стараемся уделять, знаете, время для нашей семьи, побыть вместе с нашими детьми. И я помню такой пример из своей семьи. Это было несколько лет назад, когда у нашего одного из сыновей был день рождения, и мы так договорились с женой, чтобы как-то провести по-особенному этот день вместе с семьей. И отправились всей семьей на страусиную ферму, на такую экскурсию небольшую, чтобы как-то детям показать. После этого, когда были там, находились, смотрели, детям так было интересно, потом поехали в кафе, пообедали, покушали, там дети что-то могли себе купить. И такой был, знаете, хороший, прекрасный день. И я помню, когда уже в конце дня мы помолились в семье, уже легли спать, меня подзывает мой Тимофей, у которого было в тот день, день рождения, и говорит, «Папа, папа, иди сюда, я что-то хочу тебе сказать». Я помню, подошел к его кровати, говорю, «Сынок, что ты хочешь сказать?» Он говорит, «Папа, ты знаешь, сегодня был самый незабываемый день в моей жизни». Я как-то запомнил эти слова, насколько они, как-то, знаете, меня тронули. Казалось, многого не нужно было сделать, как-то уделить определенное время, но для ребенка это был один из незабываемых дней в его жизни. Поэтому да благословит нас, дорогие братья и сестры, Господь, чтобы мы старались уделять и находить время для нашей семьи, для наших детей. Что бы хотелось также пожелать, или то, о чем мы, как родители, молимся и будем молиться о наших детях, это то, чтобы наши дети, сыновья и дочери, чтобы они любили Господа, чтобы служили Ему, чтобы, как написано в Слове Божьем, искали Царство Божьего и правды Его, и остальное все приложится. Что бы были твердыми и мужественными, и могли противостать всем этим мирским вызовам, которые встретят их впереди, и никогда не шли на компромисс с грехом своей жизни. Мне очень нравится это местописание, когда сказано, Даниил положил в сердце своем не оскверняться. То есть этот человек, он сделал выбор, принял решение не оскверняться в своей жизни, и Господь был с ним и благословил его. Также, о чем мы молимся и будем молиться, это то, чтобы в жизни наших детей было послушание перед Богом и перед своими родителями и прародителями. Послание Ефесиным, 6 глава, 1-4 стих сказано так, «Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Даже сама справедливость, дорогие братья и сестры, сказано, учит нас, как относиться к нашим родителям, и мы должны относиться с почтением, глубоким уважением к нашим родителям. Может быть, у каждого из нас, у кого-то, может, уже нету родителей, у кого-то еще есть родители, может, они уже в преклонном возрасте, но тем не менее, мы должны почитать их и молиться за них, и благословлять их. Я верю, что Божье благословение будет приходить и в нашу жизнь. И последнее, о чем мы молимся и будем молиться, может, можно было много еще приводить, но последнее, о чем бы хотел сказать, это то, чтобы мы молились, чтобы Господне благословение пребывало в жизни над нашими детьми. Книга притчи, 10 глава, 22 стих, сказано, «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Чтобы Господь благословил наших детей, чтобы они имели благословение в духовной жизни своей, когда будут возрастать, когда будут формироваться, чтобы, когда будут формироваться, как христиане, чтобы Божье благословение, оно пребывало в их жизни, чтобы и в материальном, физическом, в здоровье, чтобы Бог благословил наших детей. И мы будем совершать эту молитву. Вот пусть Бог благословит каждого из нас, и мы как церковь будем молиться. Аминь. Мамы с детками, пожалуйста, мамы, папы, родители с детками, пройдите сюда наверх.